Тили-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли-ли Как тебе вчерашний наш стрим вечерний? Интересно прошел. Есть о чем подумать, да? Да, есть о чем даже, очень даже подумать, да? Согласись. Мы вчера с тобой потом обсуждали, что вот, насколько... Что создавать будем, да? Что создавать? У людей в голове даже запроса нормального нет. Есть хитрость там под себя. Сделайте, чтобы я так мог, как вы. Или там еще какие-то были такие... Есть просто вот раздражает что-то. А давайте вот это уберем. Да, давайте уберем мое раздражение. А во что играть будем глобально, товарищи? В ваше раздражение? То есть фактически получается, что человек не предполагает вообще создание игры. У него эта опция выключена. У него даже мыслей в эту сторону нет. То есть любая попытка перенаправить мыслительный процесс вот в сторону создания, она разбивается о причал. Она всегда разворачивается на 180 градусов. Любая попытка на 180 градусов и камнем вниз. Копирование. Копирование. Вот это копирование, оно просто... Копирование, компилирование. Опять-таки разряд подстроиться. Опять разряд переобуться. Еще... Выгодно. Выгода. Везде выгода. Вот эти вот вещи, ты смотришь, человек в циклической ошибке, и у него даже вариантов разворота в выход из циклической ошибки, вот в свет, в создание, в другую игру, ту игру, которую ты еще не проживал, в озарение, в счастье, оно просто не предполагается изначально. То есть настолько это убито и затоптано в психике на корню, что у человека даже этого нет в голове. Это как, знаешь, как неваляшка, которая, что бы ты ни делал, она все время вернется в цикличность. В цикличность, да. И видишь, когда мы с тобой начинали, решились на то, чтобы поставить эти стримы, создаем, да, мы предполагали, что мы можем упереться. Но чтобы так быстро, это был всего лишь четвертый стрим, а создавать уже нечего. Подождите, весь земной шар перед вами. Можно создать любую игру. Ступор. Ступор, а игры нет. Вот даже я потом думала взять тупо, вот заявка, а давайте вот возьмем там тот остров, ту землю, и вот там что-нибудь сотворим, да. Вот сейчас там так люди живут, а будут жить вот так люди, да. Грубо говоря, экспериментально, утрирую. Даже вот такой вариант, уже это о каком-то создании, да, о каком-то движении. Хотя вот в данном случае интерес, а можем ли мы, например, это сделать? Вопрос у задающего, какой у него интерес, а можете ли вы это сделать? Понимаешь, тут тоже такие вопросы. Ну, хотя бы какое-то, хотя бы какое-то изменение. А на самом деле все создавалки у человека заканчиваются, типа, хочу мира, ах! И все, и ступор. Он впал в свою кому. И дальше, будь что будет, что Бог пошлет, что судьба пошлет, соответственно, клювик открыт, что религия положит, что другие положат, я буду играть в эту игру. И, соответственно, ровно такая же штука будет в бизнесе и в развитии бизнесов. Вот смотри, мы вчера раскладывали вечером на лекции самообман и фантазии. Мы полностью разложили это как механизм. Это войдет в учебники по психологии и психике, но попозже. Потому что это реальный механизм, и человек вот как переключатель, как рубильник будет работать. По-другому он работать не будет. И теперь смотри, если, учитывая этот механизм, посмотреть на организацию бизнеса, организация бизнеса начинается с цели полагания. Чего достигать будем? Вот все эти тренинги по достигаторству и по цели полаганию можно уже сразу относить в разряд мошенничества. Стопроцентного причем. И эту тему мы разложим в понедельник дальше. Это вытекает, это логично вытекает из механизма работы вот этого в нашей психике. Именно по самообману. И тогда видна полностью цикличность и копирование. Человек не может выйти за рамки копирования. То есть он не допускает мысли о создании. Не позволение себе даже думать. Кстати, вот этот чат, который мы начали в эксперименте, вот все, кто у нас участвовал в пятницу, в первом нашем дне эксперимента молодости, здоровья, они сейчас находятся в чате. И там идет обмен мнениями. Так вот смотри, первый день, когда пошел обмен мнений, ха-ха, молодость, ха-ха, здоровье, ха-ха. А потом? Человек не верит сам себе, пока ты его не засунешь туда. Вот оно, человек лжет. Я иду на молодость, но сделают они что-нибудь за меня, они не сделают. Дурочки эти. Вот оно, понимаешь? Это неверие себе на самом деле. Если ты себе не веришь, если ты не веришь в результат, то какого результата ты ждешь? Это же касается и мам с аутизмом. Смотри, опять-таки, у нас за последнее время мы взяли несколько детей с аутизмом. И вот есть мамы у кого, вот конкретно мамы, которые даже я уже предложила фильм снять, потому что она заходила сразу с запросом, моя мечта снять фильм. Два месяца ребенок уже даже в обычный сад входит, ребенок здоров. И есть мамы, где ребенок нездоров. И изменения есть, но они такие. И мамы бьются и ждут. Ну сделайте что-нибудь, ну посмотрите, ну сделайте. И ты понимаешь, вот пока ты скачешь, сделайте за меня, посмотрите за меня, еще что-то, у тебя движения нет. А у той мамы движение есть и полный выход есть. Почему у нее есть? Потому что она чокнутая, сумасшедшая, она даже не допускала за эти два месяца мысли, что ее ребенок не поправится. Нигде не допускала, вообще. И валила на пролом, и искренне работала, и делала. То есть нет одного замечания, каждый день, как по часам, обратная связь. Она во всем, во всех его действиях видит здоровье. Вообще такая мама молодец. И вот понимаешь, когда вот на эти вещи видишь и понимаешь, вот у нее однозначно будет выход, а у тебя не факт, что будет выход, потому что ты этого выхода не хочешь, потому что ты сидишь на вторичной выгоде и постоянно перебываешься. И ждешь постоянно. И ждешь. А она не ждет, она валит, и все, она видит, она не ждет, она видит. И фиксирует, 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 фиксирует. И ребенок выстреливает два месяца и пошел в здоровую жизнь. Так он не может по-другому. Если мама со стороны смотрится, да, в этом, знаешь, кто-то будет смотреть как сумасшедшая. Отлично. Это замечательно. Она как в капсулке своей, она создает и пошла, и потом выстреливает, и у всех уже это будет... Ну, нормально. А так оно и было. У вас ребенок и так было. Да. А дальше уже человек сам придумает оправдание, почему этот ребенок должен быть здоров. Кстати, точно так же, как сам придумает оправдание, помнишь, этот же механизм использовался в Кабодже, когда строили храмы, эти 2000 храмов, Анкоре я рассказывала про это, и храмы внутри пустые, пустые. А что придумаешь? И толпе просто говорили, там творятся магические ритуалы, и все. А там что придумаешь? Религиозное там вознесение богам, или что там, преподнесение богам. И эта толпа что придумаешь, что ты там и придумаешь. Вот там таинство, а там пустота, вот оно. Что ты придумаешь, что ты туда и вложишь. Точно так же и с заболеваниями. Если ты придумаешь болезнь ребенку, ты вложишь. Придумаешь, не вложишь. Все от тебя зависит. Но человек, вот этого создателя он в себе не принимает. На самом деле объективное убивает в человеке создателя. Почему? Потому что иначе пропадет объективное. То есть пока у тебя есть объективная реальность, ты не создаешь. Тебе надо сразу взять ответственность на себя и создать свою реальность, своей реальности здоровья, и тогда ты будешь иметь здоровье. и валить на пролом. А иначе никак. А если ты начинаешь играть в игру «Ой, я вашим, я вашим, и я вашим угожу, я всем угожу», то ничего хорошего в этом не будет. И ты будешь видеть болезнь. Ты не будешь видеть здоровье. Вот смотри, тот же пример родителей. Вот родители разговаривают с ребенком, учительница там поставила двойку, например. И родители говорят, ну учительница козлиха там не могла ребенку поставить там вытянуть где-то или переспросить в другое время и так далее. И вообще она такая-сяка. Разговор при ребенке, да. Потом мама приходит в школу беседовать с учительницей и «Ой, да-да-да, Мария Ивановна, да-да-да». И ребенку «Ну-ну-ну, ты что ж слушай, Мария Ивановна?» И у ребенка в голове так пфу, мама переобулась. Это же нормальное поведение? Нормальное. И дальше он будет себя точно так же вести. Он будет точно так же подстраиваться, он будет точно так же копировать вот эту ерунду, и он будет точно таким же приспособленцем. Чего от него ожидать тогда? Какого развития, какого движения и каких озарений и так далее? Нет, он будет копировать, перебываться и двигаться именно таким путем. Именно этот путь у нас в психике прописан, и человек именно так и будет двигаться. вместо того, чтобы вот открыть весь мир, свети. Вот эта мама, которая идет на пролом, она своему ребенку весь мир открывает автоматически. Говорит, свети, не смотри ни на кого, верь в себя и вали. И, кстати, у нас на Ютубе под нашими стримами начали появляться, люди начали писать свои личные истории. Там, где, вот последнее, что прочитала, там, где ставили девочки эпилепсию в детстве, а потом она смогла ее перевести в здоровье. Она не верила, что у нее останется эпилепсия. И там еще несколько примеров есть. Я когда одобряю вот эти публикации, там очень большие рассказы о себе, о своей жизни. И люди начали делиться тем, что они действительно в своей жизни создали себе здоровье. То есть, смотри, начали замечать. У них были примеры, начали замечать это, вспоминать. Замечать свое создание. Да, 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 да. Что они не пошли в эту игру, а они сами от нее отказались и заменили ее на здоровую игру. И наверняка у каждого человека был такой момент в жизни. Но он заснул, он его пропустил, потерял. И сегодня разговор о том, что я создаю, это ха-ха-ха. И обесценивание такое. А ведь на самом деле это на себя. Себя обесценил. Себя в ха-ха-ха засунул. И поэтому объективное, оно будет предлагать всегда эти игры свои. Всегда, да, сон свой. И если мы копируем и не осознаем себя создателями, мы будем тупо копировать то, что нам предлагает объективное. Но это объективное, это же мы сами. То есть, это та циклическая ошибка, которую мы уже проживали неоднократно. А на самом деле ты говорила про мамы, детей, да, а я вот тоже то, что вспомнила, а осознаю на самом деле, как даже говорят родители детям, что ты, как обрезаются крылья, что ты заморачиваешься, вон, посмотри, вот этот бизнес хорошо идет и этот у того-то. И вали. То есть, что ты заморачиваешься на своем. Не ищи на свое, да. Не думай долго, фу, и пошел. Вот оно, копирование. А обрезание своего интереса, своего вот именно огня крылышков. На лекции в понедельник по целеполаганию мы просто разложим, каким образом получается ограниченность, которая при целеполагании вот таком накопировании, та ограниченность, которая не даст человеку быть богатым, не даст человеку быть успешным, приведет его однозначно к потерям, к боли, в дальнейшем к заболеваниям. Даже если будет временный взлет, потом будет потеря. То есть, это тоже как обязательный механизм, который работает, когда ты идешь этим путем. Ну да, это же предательство себя. Потому что есть предательство себя. Потому что ты уходишь от интереса и ты уходишь от искренности. Что такое интерес и что такое искренность? Это ты сам настоящий. Ты просто уходишь от себя. Да. Предаешь себя. Предаешь себя создателю, да? Вы так вынесли? Предаешь себя создателю, да. Уже не просто предаешь себя Бога, а именно создателя. Другой контур. Ты себя лупишь по полной. У тебя была возможность, а ты не воспользовался ей. Вот скажи, вот даже сейчас вот та игра, которая, она так стала очень такой, я не знаю, или это у меня, я вижу, активная именно это инопланетная, да? Сейчас много ее в ТикТоке. Просто везде. Ее подхватывают, подхватывают, ну вот это же уже создание. Конечно, оно будет. Просто как оно будет, тут уже можно пофантазировать, пофантазировать, кстати. Понимаешь? Но и ты действительно сложишь, потому что как сороки. Вот я, например, это все вижу, вот то, что происходит в интернете, благодаря интернету можно увидеть сороковый мир на самом деле, потому что как сороки подхватывают, знаешь, такую блестяшку и потянули, и на этой блестяшке разворачивается целое направление какое-нибудь и уже подхватил, и все, как сорока несет, несет, Белобока особенно, особенно подхватываются страшки какие-нибудь, пугалочки. Ну, пугалочки не просто, ты же понимаешь, совпадают вот с этим состоянием запуска игры, поэтому вот на этой вспышке очень легко проходит страх. А на сегодняшний день, если посмотреть с позиции выгоды, инопланетяне очень выгодны религии. Религия катастрофически теряет свой авторитет, причем любая религия. посмотри, вот те же события в Москве, вот то же самое мусульманство, ислам, не потеряло сейчас авторитет? Потеряло и очень сильно. А как ты можешь убивать чужих детей, имея своих? Понимаешь? И это прикрывать религиозными целями и задачами. Можно, конечно, сказать, не-не-не, это не ислам, это не мусульманство, ну, подождите, ребята, давайте уже до конца доводить всем. Точно так же мы можем найти и крестовые походы, и все, что угодно. И в истории циклически повторяется, только меняется обертка. И вообще, когда вот смотришь на людей, ты видишь, что человек очень падок на обертку. Человек полностью будет пропускать суть, но он будет есть обертки. Вот я все время, я просто балдею, у меня этот ролик вишенка на торте висит, и каждый раз под ним пишут много комментариев. Всех, кто пишет комментарии, я блокирую. Нехрен делать на этом канале. То есть, это работает как фильтр, вот реально, как в, знаешь, в раковине. У тебя стоит фильтр, чтобы у тебя труба не засорялась. Вот этот ролик так работает, чтобы канал не засорялся. Я просто балдею. А ведь на самом деле до минуты. Вот ты ешь обертку или ты слышишь суть? Вот, люди едят обертки. И точно так же они воспринимают других людей, точно так же они выстраивают отношения, точно так же они в семье себя проявляют, точно так же они тянут обертки. Почему на раннем этапе распадаются семьи? Вот на курсе про семью, про здоровую семью мы будем говорить сегодня. Почему распадаются на раннем этапе семьи? Потому что обертка к обертке. Потому что да. Твой фантик не такой, как мой фантик. А где голая суть? Где искренность? А ее нету, она не предполагалась. Меня любить не научили, вынесла ответственность на родителей. Ну так учись, что тебе мешает здесь и сейчас стать искренней? Тебе надо, чтобы тебе кто-то это объяснил? Просто стань собой. И тогда не надо выносить ответственность на родителей. Но это так просто. Ай-яй-яй. Но тогда же придется отвечать за то, что я делаю, то, что я говорю, то, как я проявляюсь и так далее. Проще уйти в эго, в иллюзию самообмана и все. Врать себе. Ой, он такой, он всякой, он меня... не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Давайте все по своим местам. Мы сами создаем и разворачиваем игры. Мы сами, все делаем сами. И мы сами в эти игры играем. И мы сами их кайфуем. Или не кайфуем. Это уже мы тоже сами определяем. Будем мы кайфовать от созданной игры или не будем. Вообще отношения мужчины и женщины тема такая интересная. Здесь столько много лжи, столько много обмана, выгоды. выгоды. Это тема самая выгодная. Много предательства. Ну, это вот прям тема, которая отношения мужчины и женщины это... Это тема взаимоотношений со своим зеркалом. Самым ближайшим. Да. И начинается с момента, когда я определяюсь, в какое зеркало я буду смотреть. Если я искренняя в этот момент, это одно зеркало. Если мне это зеркало выгодно, это другое зеркало. А если я искренне и мне это зеркало невыгодно, это третье зеркало. И тогда человек рвет. А как ты определишься? Ну, мне нравится инфодайнг. Вот сегодня, кстати, я тебе пересылала обратную связь. Очередной человек, придя к искренности, нашел свою пару. И это приятно, потому что это будут другие, другой тип отношений. Но опять-таки, нашел пару, а ты в этой паре останься искренним до конца. Тогда не надо будет придумывать страхи, не надо будет придумывать тень всякую. А знаешь, в основном в пару как входят, зацепившись. Поэтому тоже человек, который ты мне переслала сегодня, нашел пару, но это не факт, что это не вот этот зацеп, потому что есть чувство вот именно... Когда страх это зацеп. Да, именно вот, а тогда это тоже самообман, то есть это временное. Если не выйдешь в абсолютную искренность, тогда это будет постоянное. Гипноз такой временный, а потом так оно хлоп и вылазит. Просто когда ты возвращаешься к абсолютной искренности, то вот это временное может быть очень даже постоянным, но ты будешь тогда искренним, и ты будешь самим собой. Тебе не надо играть никакую роль. Вот помнишь, мы на встрече сказали ключевую вещь. Вот на том же самом примере артистов. Какая роль артиста была в его жизни, вот прожил артист целую жизнь, какая роль в его жизни была самой крутой? Там, где он максимально был самим собой, где он сыграл себя настоящего. Вот это его роль, и эта роль у него успешная. И поэтому, когда смотришь, ну вот сейчас приходит Маска, вот фильм Маска, реально актер сыграл самого себя. Витцин, Маргунов, Никулин, они играли самих себя в кинокомедиях, ведь ровненько вот это и приносило Румянцева, она играла саму себя, невыросший ребенок. И вот если посмотреть на это, вот точно так же, если ты в жизни, в семье являешься самим собой, твоя роль в семье это ты, и она будет самая счастливая, если ты сам счастлив. Да, по-другому быть не может. Все, это априори. Но если это роль, тогда будет искажение. И одно дело, когда ты стартуешь в искренности в брак, а другое дело, когда во времени проявляется вот эта дельта. Ты знаешь, есть еще ситуации, когда вот людей стартует в любви, искренности, но один из них отрывается. Отрывается именно, он уходит действительно в свой интерес, находит свой поток, да, и идет в нем, а второй просто, тоже такая ситуация, знаешь, на рассмотрение, а второй просто не хочет. Из эго он начинает, ну, это же зеркала, да, а из эго он начинает просто упираться, просто упираться и останавливаться, и потом происходят такие штуки, когда расстояние между ними, живя вместе, а получается это как первый класс образно и десятый класс, допустим. То есть, человек остался в первом, а второй пошел в десятый, и вот здесь ситуация такая, которая... Вот смотри, тот человек, который в десятом классе, ведь он же в своей теме, в своей области, в десятом классе, а он не рассматривает, что у того человека есть свой десятый класс. Вот я просто положила сейчас на себя с мужем, да, например, мой муж не соображает вот во всех этих психических процессах, соображаю я, но при этом ты знаешь, вот то, что он делает, вот пока мы этот подкаст записываем, у меня даже если спросить а что и как, и зачем, и почему, то, наверное, он замучается мне отвечать. Мне проще, давай, ты сделаешь, я посмотрю, как на выходе получится. Ну, вот. Вот. Потому что он в своем деле десяточка. Потому что каждый на своем месте должен быть, понимаешь, но все верно, но остается нечто общее. Вот это то, за что ты меня сегодня критикуешь. Вот нет, я понимаю, о чем ты говоришь. Поездки, путешествия, секс, семья, дети, приключения, отдых. увлечения, лес и так далее. В том-то и дело. Там, где я выключена из своего, и он выключен из своего. А когда человек просто вот тупо упирается из эго, упирается и в путешествия даже нет. Тут вопрос. Общий интерес. Общего интереса нет. То есть, очень сильно разлетаются люди и здесь такая тема, которая бывает такое. Интересно даже. То есть, на самом деле, второй может оторваться, именно, сорваться со скалы. Вот это тот этап, как сорваться со скалы. Смотри, те же дети. Чем являются те же дети, по большому счету? Вот для пары. Они являются общим интересом. Интересом, однозначно, интересом общим. А если даже здесь нет интереса второго, да, даже здесь, а есть эго, даже здесь, то... Так оно всегда, интерес пропадает через эго, когда есть самообман и заблудился в своей реальности. Человек полностью закрывается от себя, от жизни. Закрывается, и он этого не видит. Это такое упрянство, которое каменное. каменное. И здесь только одно. Либо обрыв со скалы, либо человек резко рискует и взлетает. Ну, как из самообмана выходит человек. Мы вчера это раскладывали людям. Вот здесь точно такая же картинка. Вот смотри, опять-таки получается, наша вчерашняя лекция была пред началом сегодняшнего курса. Да. И заметь, у нас всегда как-то, мы ведь не ставим расписание так, что от ума там еще. У нас оно идет, вот как поток сознания идет, и так хоп, завихрение, выдал информацию, хоп, завихрение. Потому что в интересе идем. Полностью движемся в интересе, в своем искреннем интересе и не отступаем от него. Поэтому у нас всегда интересны и темы с тобой, и курсы, и лекции, и все абсолютно интересно, потому что это интересно нам с тобой. И это ключевое. Если бы мы копировали кого-то, кого угодно, у нас бы интереса не было. Не было. И это был бы разворот и затухание. А у нас с тобой постоянно, то есть интерес... Вот у нас целеполагание. Да, это точно так же, как интерес к жизни. Все время интерес к жизни, потому что она, она вообще невероятная жизнь. Ты просто в жизни своей ты понимаешь, что ты можешь лепить все, что хочешь, создавать все, что хочешь, видеть все, что хочешь. Это такой невероятный подарок себе. А человек его лишается, отказывается. Ну да. Копировать начинает. Я лучше покопирую. Покопировать проще, намного проще. И этому учат с детства. Смотри, наше с детства ребенка не учат создавать в сознании. Мало того, ребенок начинает фантазировать, в детстве играть, а ему обрубают. Более того, все, что касается сейчас фантазии и создания подменено воображением. Вот ты представь и это мысль, образ создай, и он проявится. Это обман. Вот опять-таки в понедельник будем говорить. Мы в понедельник разнесем полностью бизнес-тренингов на достигаторстве и целеполагании. Это обман. Это не работает. И это не может работать. Для этой машины нет топлива, если вы пойдете просто примитивно тем путем, о котором говорят тренинги. Топливо. Где топливо? Вот это топливо будем искать в понедельник. Иначе машина не поедет. И никакая визуализация не работает. Мы вообще говорили, что визуализации не работают. Работают чувства. А визуализация и чувства это разные вещи. Когда это чувствуется как если бы, идет уже жизненный опыт. Но тогда это уже прожито. Это из прошлого какая-то, да, это визуализация. Тогда ты прошлое закидываешь в будущее. Ты об этом говоришь? Или ты на зависти хватаешь чужую картинку и зависаешь на ней? И тогда ты хочешь чтобы она проявилась? Ха-ха-ха три раза. Но при этом наше сознание остается создающим, когда мы осознаем себя. Создающим сознанием, когда мы чувствуем и когда мы знаем чего мы хотим. И при этом мы продолжаем фантазировать. Фантазии нам нужны, но мы при этом продолжаем двигаться и не останавливаясь. Все вместе. Поток сознания. Знаешь, почему человеку сложно воспринимать нашу информацию? Потому что он все сводит к упрощению, к одному. Вот одна извилина и та прямая. А так уж устроено в психике, что в психике всегда идет движение, всегда идет вращение и всегда работает как минимум четыре составляющие. как минимум. А если точно так же психическая структура наша базовая, а если уже четыре, то это уже сложно и давай мы попробуем сделать одно. И, кстати, точно так же человек упрощает. Чего хочет моя душа? А подожди, а чего ты не спросишь? Чего хочет твое высшее я, чего хочет ум и чего хочет эго? Ведь у них тоже у каждого есть свое хочет. А почему только душа? Она такая же психическая структура, как и эти. Абсолютно равнозначная. А видишь, как человек себя рассыпает, да? Рассыпает. Что мой мозг? Что моя душа? Только не я. Только не я. А с мозгом сейчас вообще игры прикольные. Мозг определяет. Гены определяют. Что там еще определяют? Гормоны определяют. Дофамин определяют. Только ты болван. У тебя все определяет, только ты придурок. Все за тебя решают, все за тебя делают, а ты только выполняешь. Вместо того, чтобы быть счастливым, двигаться, кайфовать от жизни, ты думаешь, какой гормон мне еще проглотить? Чтобы мне подняться с дивана и кто-то за меня сделал. Слышишь, да. Или же что мне еще сделать, чтобы оправдать, сказать, на кого свалить, чтобы оправдать свое бездействие. Да. Из этой же темы. А ведь смотри, изначально подход, как тогда глобально надо менять в школу, как менять темы. Ведь смотри, подход той же самой Марии Монтессори в свое время, он был очень грамотный. Я понимаю, что в те годы, когда она работала, очень легко было поставить диагноз ребенку умственное отставание или олигофрения, или еще что-нибудь. И тогда полностью подходы Монтессори убирали больных детей. Просто детей тупо учили. Развивали моторику, учили завязывать шнурки, застегивать пуговки, развивали базовый интеллект, начальный уровень и так далее. То есть самостоятельности учили, ответственности учили. Один такой момент, но это начальная штука, она очень хорошо совмещается с тем, что бы я хотела видеть в школах, например. Кроме того, я бы хотела, чтобы у нас в школах была благодарность обязательно и с вытекающими последствиями за этим делом. Но ведь кроме этого у нас в школах отсутствуют уроки ценности. Вообще уроки ценностей ты же не произнесешь, да? Ценности чего? Сразу человек ценности это о деньгах. Нет, мы будем говорить не о деньгах, мы будем говорить о ценности семьи, о ценности родителей, о ценности земли, о ценности природы, о ценности себя в этом природе, о ценности того, что ты имеешь и так далее. Это уже совмещается с уроками благодарности. И поехали. И так по каждому пункту. Этих пунктов может быть много. это учить ребенка быть человеком. Целостности на самом деле. Целостности быть человеком. быть человеком, именно вот человеком, тем самым создателем. Просто когда ты говоришь не переходи дорогу на красный свет, да, это одна тема, или тебе должны уступить автомобилисты дорогу, если не регулируемый пешеход, это вообще тема выноса. Либо еще у человека заученное действие. А когда ты говоришь о ценности, об уважении, о любви к себе, о любви к своему телу, что оно будет болеть, что у тебя переедет машина, да, еще, 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 то человеку не надо носом тыкать в конкретное можно или нельзя. Не надо самоутверждаться на этом, что у тебя есть раб, которого ты тыкаешь носом. Не надо. Но тогда человек растет целостным, и он сам знает, ну, это априори нормально, что я не выбрасываю мусор, априори нормально, что я за собой убираю, не гажу и так далее. И вот когда человек растет таким, то тогда поговорим об экологии на планете, поговорим о чистоте на производстве и так далее. Тогда этот человек растет на планете образно, если их брать, не гостем, а хозяином. Хозяином, да. Он тогда хозяин, он тогда отвечает за свои действия. Но тогда, согласись, это даже в школах, вот чтобы это ввести, это должны преподавать люди, которые сами обладают этим. То есть это умеют, чувствуют. Потому что если человек не чувствует благодарности, не осознает ценности сам, он не может сложить в ребенка это. ну, это да, тут согласна. Поэтому инфодайм должен вернуться сперва в головы взрослых, потом в течу головы детей. Конечно. Потому что дети копируют взрослые. Так нас слушают взрослые, дети, ну, может, кто-то и детей тоже слушает. Дети кайфуют в своей жизни и все. Не, слушают и дети тоже. Все, он слушает точно. Да? Думаю, он может. Я думаю, что нет. В таком случае дети, которые прикасались уже к инфодайвингу, это другие дети. Ну, это другие, потому что родители другие уже. Это потому что на самом деле инфодайвинг может взять ребенок только через родителей. Если родители, то есть взрослые люди слушают, осознают глубину и вливаются в ребенка. Потому что если ребенок садится на инфодайвинг, то это он не сядет просто. Здесь надо все-таки рука протянута родителям. Ну, образно это и так образом. А вот слушать интересно ребенка уже будет, когда родитель начинает видеть какие-то ситуации, он уже со своим ребенком общается по-другому и все, ребенок втекает. Ребенок просто проявляется по-другому. Он всегда будет чувствовать, он всегда все будет воспринимать через себя. Он чувствует чистоту, искренность, как животное. На самом деле, животное, они же тоже искренне чувствуют. Дети же, они очень чувствительны, они сразу ловят эту волну. Кстати, тема о животных интересная тема. Животные же полностью копируют своих хозяев. И вот те же самые хозяева, если они просто задумаются, там, у меня злая собака, почему она злая. У меня там кот, который гадит в цветочные горшки. Что он тебе отражает, когда он гадит в цветочные горшки? Да, да, да. И так далее. К сожалению, именно к сожалению, скажу, наши дети, они тоже именно так. То есть, если ребенок злой, то почему он злой? Потому что он в доме получил, то мы ими. Да, да. Вот это искренние зеркала, то есть чистые вот эти прозрачные, которые показывают, просто отражают ху и с ху мгновенно. Так животные и дети, искренность, вот эта чистота. И она показывает, да. И поэтому, когда говорят, у меня ребенок, мне хочется так сразу отвернись от ребенка, и посмотри на себя в зеркало. Так за голову взял, да? И впечатал. Да. Все про искренность. При этом, смотри, даже когда мы работаем, вот если мы говорим про искренность, что определяет переход от одного контура в расширение сознания? Абсолютная искренность на этом контуре. Пока этот контур не станет прозрачным, ты не можешь перейти к следующему. вот она защита знаний, вот она... Подождите, пока вы не берете ответственность за вот это расширение на себя, и пока вы здесь не становитесь абсолютно искренней и прозрачной, вас не пускает дальше. При этом у вас сохранный интерес. Потому что, если у вас дальше интереса нет, вас тоже дальше не пускает. Ну, кто не пускает? Это же вы сами себя не пускаете. И поэтому, вот пока ты полностью не разберешься с определенным программным обеспечением на определенном контуре, ты тоже не можешь сделать следующий шаг в расширении. Конечно, хотелось бы выстрелить там еще, 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 даже жадность, когда работает. А нифига. А здесь ты разбираешься с жадностью, идешь именно в том режиме, в котором выдерживает твоя голова и твое тело. следующее расширение скоро давать будем. Я уже практически чувствую, что у меня интерес назревает, блин, а что дальше? А что за созданием? А что дальше за холодным рассудком? Точка ноль, да нету точки ноль. Жизнь. Дальше есть жизнь расширения. Там жизнь, однозначно, я могу сказать. Вот чувство сразу, жизнь. И это интересно. Но чтобы это почувствовать, это определенная настройка тела, определенная настройка психики, и это абсолютная искренность самим собой. Вообще жизнь, она бесконечна. И это так. И только сам человек ее себе ограничивает и лишает жизни. Жизнь бесконечна, она просто, она настолько, она настолько многогранна, настолько интересна, настолько вот опять-таки бесконечна. Жизнь, 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 жизнь. И только ты сам себя лишаешь, говоря, когда копируешь, да, мне уже хватит, мне уже там это столько, и все, обрубаешь и пошел вниз. А все почему? Потому что нет, ты теряешь интерес, то есть теряешь нить интереса, вот ты теряешь, на самом деле теряешь молодость. Именно вот это нить молодости. себя уходит в зеркало. да, да, потому что именно молодость, это и есть те двери, которые тебе открывают, постоянно открывают, открывают, новое, новое, новое. А старость закрывает. Говорит, куда попер? Я не хочу, и ты не, я не хочу, да, и ты не пойдешь так, и дверь закрыл перед молодым, хлоп и закрыл дверью, и этот молодой будет стучаться, а потом развернется, ну и образами. И все. Я лучше, я пожил, я знаю больше, чем ты. Да? И тогда будем стареть вместе. Нифига. Так во что играть будем, товарищи? Что создавать будем? Знаешь, что мне понравилось еще, как мы с тобой поработали вчера после этого стрима, все-таки, пока мы слушали людей, у нас с тобой мысли ина приходила, а что же мы создавать будем? Но мне хочется услышать, что люди будут предлагать, во что играть будем, товарищи? Предлагайте игры. Какие игры будем создавать, что попробуем? Потому что, если мы вам озвучим, что мы пробуем, то это неинтересно, во всяком случае, вам, это же не вы запрашивали, это интересно нам. И при этом, при этом задавайте, то есть предлагайте, задавайте вопросы, и предлагайте, и не ограничивайте себя не именно вот из этого, а, ну раз они все обрубают там, да, то значит и не будем больше. Нет, вот это и есть о молодости. Нет, вперед. Молодость, она как делает? Она всегда вперед, вперед валит, все интересно. Просто искренне, чтобы там жизнь чувствовалась. Искренность должна быть, да. неважно, неважно, что где-то мы там сказали, ну, обрубить, ну, да, как вчера, ну, неинтересно, или нет смысла. Неважно, вперед, главное, как это, вода камень точит. Найдите смысл, и будем проявлять. Это и есть проявление, это и есть развитие, это и есть вот, выход, выход, не замыкаться, не замыкаться сразу, а, и ограничивать. Нет, мы же ищем, ищем. Там, где есть смысл, просто, возможно, можно найти смысл в том же создании, как вчера говорили, электромобилей, там, производства, но если оно уже есть, может быть, да. Может быть, там каких-то супердругих. Каких-то, но при этом в этом потоке, вот, все равно, ваше предложение, все равно оно где-то раз, и, скажем так, о, то есть это. А вот это можно попробовать, вот это. Да, потому что. Что-то зовется. Да, да, потому что оно должно вот внутри отозваться, когда оно искоркой, вот это и есть, вот это, о, да, интересно, и пошел. А когда, ну, ну, то это запор. Не знаешь, как оно проявится, когда, вот, неинтересно, у тебя так, результат распыляется, ведь тебе интересно увидеть результат, вот, и тогда внимание уходит на результат. А для этого должна быть искорка, искорка, интерес. Интерес должен быть. Да, да, ну, вот, пока как-то так. У нас первый, первый, второй, наверное, был стрим на эту тему. Первый, второй, третий более, менее, был четвертый, вот сейчас упадочный. Ну, это, опять-таки, упадочный, это не, это не, не прям сразу так, и все, руки опустились. Нет. Нет, там были хорошие образцы работы, например, с людьми, вот с тем же самым анонимом, там хорошая работа была. Я к чему? Я к чему? К тому, что можно же ведь нам тоже, вот даже с нам с тобой почувствовать, да, если вот как вчера стрим, потом, допустим, дальше тоже, это кран, знаешь, такой тупик, и мы закрываемся. Нет, мы вот именно с тобой, это важно, это тогда упираемся в ошибку, знаешь, и тогда кажется, ай, ну, может, давай уберем эти создания. Нет, валим дальше, это не ошибка, это как раз то, что надо, выход за черту, за черту, где ты, позволил себе ее перешагнуть, да, и оно тогда раз и раскрывается. Слушай, пока ты говорила, я вдруг вспомнила первый стрим, и там Казахстан у нас был, интересная работа, и мне сейчас вдруг резко захотелось, как-то так, цепочка Казахстан, ГДР, и сейчас влетает сознание в Северную Корею, и я думаю, слушай, давай мы сейчас завершим болтовню, немножко с тобой погрузимся. почему-то не поэкспериментировать. Тебе интересно? Всегда. Всегда интересно.